Исходя из специфики нынешней военно-политической ситуации, ядерная война действительно возможна, но речь должна идти только о масштабе. Я по-прежнему считаю, что ядерная война между ведущими державами, как нечто продуманное, подготовленное заранее и сознательное, невозможна. Есть возможность, и она сегодня реалистична, к сожалению, того, что можно сказать, нашего скатывания в эту ядерную войну, не очень сознательного действия, которое будет результатом эскалации конфликта. Мы сейчас находимся в не лучшем периоде наших политических отношений. Я их не могу назвать холодной войной, но то, что мы находимся на пути к холодной войне, или это может быть итогом наших сегодняшних политических телодвижений, это вполне возможно. И вот на этом этапе мы растеряли то позитивное, что было до нас, что было сделано поколениями политиков, переговорщиков, общественных деятелей, ту систему контроля над вооружениями, которая существовала, ту систему встроенных предохранителей, которая была в этой системе контроля над вооружениями. Мы это растеряли, потому что существует кризис вот этого контроля над вооружениями, он безусловен. Мы находимся в периоде уже даже не полураспада, там не знаю, какая часть этой системы распалась, может быть, 9 десяток, может, 7 восьмых, можно считать. Но ясно, что больше половины. Это очень опасный период, и мы растеряли возможность вместе конструктивно работать, вместе договариваться, предпринимать решительные меры в случае возникновения опасной ситуации и кризиса. Это то, что касается признанных ядерных держав. А за это время появились и так называемые непризнанные, условно говоря. Вот Индия, Пакистан, где очень существует серьезная озабоченность и серьезное опасение, что там просто технические предохранители по использованию этого оружия, командные предохранители по применению ядерного оружия, они, естественно, не так проработаны, как у традиционных ядерных держав. Плюс тлеющие конфликты, которые мы знаем, которые вызывают периодически конфликты обычные, оттуда до применения ядерного оружия, пусть с демонстрационными целями сначала. На эту демонстрацию может быть мгновенно последует более масштабный ядерный ответ. Вот эти очаги напряженности между новыми ядерными державами представляют новую угрозу в дополнение к ослаблению систем предохранителей, которая существовала на протяжении десятилетий между великими ядерными державами. Поколение людей, которое воевало, которое вынесло на себе тяготы этой колоссальной, трагической, многолетней Второй мировой войны. Для нас это отечественная война, как часть Второй мировой войны. Это война, которая захватила пол и вовлекла пол земного шара, за которую народы расплатились сотнями, а мы расплатились миллионами наших жизней. Это все было живо в сознании политиков. И я думаю, что это уже становится сейчас таким общим пониманием среди экспертов, что да, это один из важных факторов. Вот мы вспомним лидеров советской эпохи, вплоть до Горбачева, который был молод, но все равно он помнил, его семья участвовала в этой войне. Вот это вот еще такая память семьи, память сердца, она существовала в каждой семье. Сейчас она тоже есть, но она меньше чувствуется гораздо. И вы знаете, вот это породило такое некое легкомыслие. Ибо это породило то, что война ядерная, она как бы снята с повестки дня, как что-то такое опасное, что может случиться завтра. Мы об этом много говорим, говорим гораздо меньше, чем о пандемии, о ядерной войне мы говорим тоже меньше. Надеюсь, она не придет, но раньше она была таким действенным фактором внешней политики. Она была, она занимала свое прочное место во внешней политике ведущих государств. И Советский Союз, как бы мы к нему не относились, но вот уже с момента появления ядерной бомбы ставил вопрос о ядерное оружие, о запрете на ядерное оружие, по-моему, начиная с 1946 года в Организации Объединенных Наций. И постоянно эту тему продвигал, расширял, был активным спонсором антиядерного движения. И было колоссальное антиядерное движение в Европе и в Америке. Сейчас этого нет ничего. Исходя из опыта, и опыта достаточно успешного, прошлых десятилетий, да, нужна вот эта постоянная работа политиков, переговорщиков, ядерная война, ядерная безопасность. Должен занять снова прочное место в повестке дня. И на сегодня, и на завтра, и на послезавтра должны вернуться отношения доверия, сотрудничества и даже партнерства между ведущими ядерными державами. Это, в первую очередь, Россия и Соединенные Штаты Америки. Отношения сегодня находятся, я бы сказал, в безобразном состоянии, правильно? И даже те люди, которые профессионально занимались многие годы этими вопросами в Америке, например, их просто не видно на политическом горизонте, они где-то что-то такое делают, делают по-прежнему важным. Но это не находится в фокусе политической власти. Это должно произойти, и в России тоже. Я думаю, что несмотря на совершенно непредвиденную вот такую глубину кризиса, кризис начался, но все думали, что вот-вот такие простые уж вещи, как просто продление, для которого достаточно одного решения американского президента с той стороны, что это случится. Дальше там будут переговоры, дальше будут какие-то сложности. Но это-то не сложно. Но это обрастает такими как реалиями, так и условностями в наших отношениях, что делают для американского президента даже сегодня вот этот такой шаг очень трудным и непростым. Да, вот такие к этому подвешиваются и примешиваются такие для американцев актуальные вещи, как вмешательство Москвы в американские выборы. Это же все время стоит на повестке дня, об этом все время говорят. И как можно договориться с Москвой, которая вмешивается в наши выборы, говорят американцы. И потом для них это не просто вмешательство, это для них покушение на демократические основы их государства. Они всегда выбирали, и вдруг их решают такого права. Понимаете, это вещь даже ментально, философски для них, она более серьезная. Трамп связан по рукам и ногам с собственным общественным мнением и мнением элиты. Ну, у нас есть свои сложности. Поэтому трудный ему сделать шаг, но я все-таки думаю, что шаг, безусловно, необходимый. И после выборов президента американского, там времени останется мало, конечно. Что если останется Трамп у власти, то процентов на 70, а может 71-72. Все-таки СНВ будет продлен. С какими-то там условиями, может быть, да, это может сопровождаться какой-то там еще заявлением, бумагой. Может, совместным заявлением было бы хорошо России и США, чтобы сгладить неприятие в США вот такого рода действий с Россией. Если, правда, демократы, то для демократов тоже времени мало, но для них это естественная, совершенно, естественная часть их повестки дня. Контроль над вооружениями. При всем там, в любых аспектах отношения с Россией, негативного во многом, да, начнутся новые, подняты новые вопросы, там, прав человека, как они любят. Мы про это забыли, что, значит, права человека являются, находится в фокусе внимания американской элиты. Вот снова все это вернется, но при этом вернется и серьезный подход к контролю над вооружениями. И будет сделано, я не сомневаюсь, все возможное для того, чтобы СНВ продлить и для того, чтобы пойти дальше по пути контроля над вооружениями. Есть общепринятое такое согласие среди экспертов, которые глубоко эти вопросы изучают, что вот Иран находится, он все время находится как бы в одном годе, да, если начнется ядерная программа, да, если, значит, вот полностью пойдет под откос вот это вот соглашение по Ирану, тогда, значит, вот Иран будет снова в одном годе от создания ядерного оружия. Но это совсем не значит, что ядерное оружие у Ирана появится. Потому что мы с вами реалисты, да, и у нас есть примеры из прошлого, когда, как только Иран начал приближаться к чему-то такому напоминающему военную ядерную программу, так, значит, Израиль осуществил решительную акцию по уничтожению этого самого реактора в 1981 году. И вот все на тот момент закончилось. Да, это было там вопиющее нарушение международного права там и все такое прочее. Но это на тот момент, да, и для любой другой страны, мы с вами прекрасно понимаем, что, значит, собственная безопасность сегодня стоит гораздо выше, чем международный право. Окружающие страны просто-напросто, значит, я абсолютно уверен, не допустят. Это будет не лучшая развязка всего этого, значит, всей этой ситуации, но не допустят. Поэтому я, конечно, надеюсь, что все разрешится мирным путем, что, наверное, будут снова подняты эти самые ставки, что Иран сейчас там предпримет разные действия, там начнет увеличить количество центрифуг и все прочее, значит, пугать окружающий мир. И будет достигнуто новое соглашение. Я думаю, что для этого есть предпосылки и понимание всех участников прошлого соглашения, по крайней мере, и для всех участников международного процесса, как принято говорить, что допускать вот возникновение еще одной ядерной державы, и тем более Ирана, да, при всей, учитывая все опасения, связанные с иранским режимом, значит, в свободу предприняты меры. Террористы могут любую бомбу взорвать, да, по идее. Но для этого предпринимается очень много мер. Предприняты, на самом деле, странные, беспрецедентные меры по обеспечению сохранности ядерного оружия, ядерных материалов и так далее, да. Слабым звеном, конечно, здесь является опять Пакистан и Индия, поскольку мы не очень понимаем, насколько там это обеспечено. Там возможны разные варианты. Мы помним, что в течение долгого времени вообще существовал в мире такой подпольный рынок ядерных материалов, который был организован пакистанским деятелем, да, известным там ядерщиком. Поэтому мы, теоретически, мы недалеки, к сожалению, от такой страшной реальности, но в то же время мы видим, что уж где-где, а в области предотвращения терроризма и ядерного терроризма между странами не прекращается взаимодействие, и взаимодействие, даже сотрудничество достаточно эффективное. То, что до сих пор ничего не произошло, это следствие. То, что многие теракты предотвращены именно таким путем, когда Россия предупреждает США, США предупреждает Россию и так далее. То есть это вселяет серьезную надежду, потому что профессионалы понимают эти вопросы и знают, как работать с этими угрозами лучше, чем мы. Я плохо представляю себе вариант, когда только что развалили ДСМД и снова соберутся заключать новое. Значит, это ясно, что сценарий не для Трампа, для демократической администрации, и то после нескольких таких вот сближений, эволюции и нескольких шагов между восстановлением взаимодействия рабочего между Россией и Западом. Такое возможно. Потом, ну, как переписывать, писать заново ДСМД, это такая перспектива, которая видится достаточно слабо, но облечь все это в какую-то другую форму, форму обязательства, моратория. Вот Россия объявила мораторий. НАТО не откликнулась на это, к сожалению. Хотя, слава богу, что на высоком официальном уровне и генсек НАТО сказал, что мы не намерены разворачивать ракеты средней дальности в Европе. И, значит, в окружении Трампа это говорилось неоднократно. То есть такой реальной близкой перспективы не просматривается, что снова будет в Европе возникнет вот такой новой качественной угрозы, там, с малым подлетным временем, как это было в 80-е годы для нас. Но одно дело на словах, другое дело, конечно, когда это в виде обязывающего договора. Что касается Китая, то надо было сначала, наверное, спросить у Китая, прежде чем громогласно объявлять, что мы Китай присоединяем. Китай никуда не собирается присоединяться, ни к какому такому процессу. И об этом не раз уже сказал. И смешно даже его как-то агитировать, потому что ядерный потенциал Китая во много раз меньше, чем потенциал России и Соединенных Штатов. И с чего вдруг он будет присоединяться? Ну и Россия тоже, так сказать, высказала свое неподдержку этой всего начинания. Понимаю, что это начинание сегодня в такие, в короткие сроки нереализуемо. Да и в будущем тоже надо создать какую-то систему взаимной заинтересованности всех в этом процессе. И как заинтересовать тоже великую державу, в том числе и великую ядерную державу, как Китай? Потому что давайте-ка вы тоже сокращайтесь вместе с другими странами, у которых гораздо больше ядерных средств, чем у вас. Это противоречит не только китайской логике, но и любой логике, правда же? Поэтому ясно, что совершенно непродуманная эта инициатива. И поэтому пусть Трамп и думает до конца своего срока, я не знаю, как до конца своих дней он будет про это думать, до конца срока, пусть подумает, как присоединять Китай. Если срок закончится в ноябре, то я думаю, что и эта инициатива также в ноябре закончится. Но если дальше продлиться, то у него будет еще 4 года на такие раздумия. Конечно, может, только не меняет, к сожалению. Я, как человек романтический, я тоже ждал, что вот сейчас вот это случившееся, оно нас объединит, поможет нам собраться, решить. Ну, значит, наш президент, он тоже на фоне пандемии предложил, что давайте мы все соберемся и решим, попросту говоря, как жить дальше. Но пока что собираются очень как-то слабо. Чтобы заниматься этим эффективно, нужна другая атмосфера, надо создавать, возрождать атмосферу. Она была уже. Сотрудничество, взаимодействие, партнерство. Посмотрите первые встречи, забытые сейчас, да, президента Путина и его американского, этого самого партнера, Буша, например, да, который, и они называли друг другу, что вот мы, и в документах писалось, исходит из того, что партнерские отношения, значит, будут стремиться к построению таких партнерских отношений. С НАТО у нас это записано в документах. И где это все? Это осталось на бумаге. Пока это с бумаги обратно не вернется в реальную жизнь, ничего не будет. Давайте надеяться, что мы сейчас находимся в какой-то низшей точке отсчета наших отношений и всего процесса контрольного вооружения. И дальше будем подниматься только вверх. Вот только исходя из такой надежды можно и строить нашу жизнь, работу, иначе все бессмысленно.